У реконструкторов мелочей не бывает. Каждая деталь солдатской или офицерской амуниции аутентична. Часы с кожаным ремешком, очки в круглой оправе и даже усы по венгерской моде тех времен. Хотя едва ли у мадьяров на Курской дуге было время для посещения полевых барбершопов. И, конечно, обязательная проверка оружия перед стартом реконструкции. А для Росгвардии все равны, что наши, что немцы. В полной боевой готовности и сотрудники нашего телеканала, чтобы не упустить ни одной детали. Носить, таскать, перепрыгивать. Вон, посмотри. А вот с платформы медленно сгружается один из главных героев реконструкции – легендарный Т-34. И тут же танк атакует, желающий сфотографироваться на фоне боевой машины. Управлять Т-34-кой даже на реконструкции – очень сложное занятие. Обзора нету практически. Во время боя закрывается этот щиток. И остаются два буквально вот они, здесь отмечены три пицы. В них практически видно только вот так, что с бомбой не видно абсолютно. Фестиваль вызвал огромный интерес у курян – более 8 тысяч зрителей. Некоторые заняли места прямо посреди поля. Оттуда сражение, как на ладони. Открывал фестиваль глава региона Роман Старовойт. Мы сегодня увидим один из эпизодов сложной, кровопролитной курской битвы. И вот завязался бой, дым от взрывов, осколки от снарядов и автоматные очереди. Сначала немцы теснят наших, затем уже Красная армия идет в атаку после залпов «Катюш». Организаторы решили не останавливаться на локальном сражении. Мы в сценарии внесли такие корректировки и решили отразить все-таки весь ход курской битвы, то, что происходило на всей территории. А на поле боя начались рукопашные схватки. В борьбе с супостатом все средства хороши. И вот уже комиссар личным примером показывает, как надо бить врага. Полный триумф Красной армии. И вновь, как и 77 лет назад, наша взяла вверх. Только на этот раз, к счастью, никто не погиб. Войны реконструкторы устроили грандиозное шоу, за которым наблюдали несколько тысяч курян. Самые довольные сами участники, причем независимо от исхода боя. Тем более, что для условных немцев почти каждая реконструкция заканчивается одинаково. Только в Брест, когда едем на 22 июня, там вроде как строим и живые уходим. А так на всех реконструкциях погибаем. Ну погибаем, погибаем. Такова история. Мы и победили. Мы немцы вот длили его. Достоверность максимальная. Мнения любителей и профессионалов примерно схожие. Я видел, как стреляли. Реконструкция вполне удалась. Визуально, по крайней мере, интересно это все. Мы практически находимся на местах, где это все происходило. То есть вот он, вот там вот, это бой и был. Первый опыт подобных мероприятий показал, что интерес у курян к своей истории огромный и это радует. Нужно обязательно повторить. Александр Юров, Алексей Еременко, Антон Судженко. События дня.